МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр Лукашенко сегодня разглядел кадровое питание. Призначенный новый наместник премьер-министра. Им стал Леонид Заяц. До этого часа он займал посаду наместника Старшини Совета Республики. За первое ураде Леонид Заяц будет курировать сельско-господаршую сферу. Я хотел, чтобы вы с вами переговорили. У вас одна задача – экспорт. Вы это хорошо знаете. Возможности большие открываются на наших основных рынках, как в России, так в Китае, да и в других странах. Думаю, что с этим вы справитесь. Вторая ваша задача, я это откровенно говорю, вы это знаете, подготовить себе надежную замену. Вместе с главой администрации предложить кандидатуру и в течение того времени, которое вы сочтете нужным, работать в должности вице-премьера. Это вам определяться. Я не против, что вы работали очень долго. Но вы понимаете, что мы не вечны, и силы наши не вечны. Поэтому надо иметь замену. Если президента определяет народ, то вице-премьера назначает президент. И я хотел бы, чтобы вы такого человека подготовили себе на смену. И я вам благодарен, что вы согласились пойти на эту должность после того, как вы уже подумали, что можно и спокойно как-то в жизни поработать. Но покой нам только снится. Поэтому вот такое вот нестандартное решение. Еще раз благодарю вас за то, что вы согласились помочь в это непростое время и время больших возможностей, прежде всего, в том секторе, который вы будете возглавлять. На новые посады узгоднены еще 8 человек. Больше за 300 вымышленных мигрантов из Украины уже приняли здравницы Гомельщины. Про шлях зоны конфликта и как уладковались на белорусском боку информация с первых вузнов в нашем сюжете. Пускай все успокоится, а там будем принимать решения. Но пока здесь. Здесь к нам люди хорошо относятся. Анжела из военного городка Гастомель рассказывает белорусским журналистам про ближайшие планы на жизнь. Женщина с семьей съехала с родной Украины у сего несколько годин тому. Ранее, каже, не трималась. На дорогах было небезпечно. Российские войсковцы просили перечекать у сховища. Некоторые дни пришлось жить в подвале. Ее землячка Светлана прибыла в той же группе. С одной стороны было в подвале 41 человек. Ну вот и мы просидели с 24-го и по вчерашнее утро, когда русские начали вывозить просто до границы, до Белоруссии. Ехали в бронированных машинах. А вам предлагали варианты, куда выезжать? Или просто сказали, что есть вариант выехать в Белоруссию? Предлагали Россию или Белоруссию. Я выбрала Белоруссию. Я против Белоруссии абсолютно ничего не имею против. И у меня мама осталась в Чернигове сама. И брат там еще. Часовым притулком для их, как и для большинства украинских мигрантов, стал один санаторием в Гомельщине. По документах у всех этих людей по куль не лечиться беженцами. Надо писать заяву и ждать решения. Но Белоруссия допомогает всем, кто имеет потребность, не смотря на статус. У всех расселили в номерах сам в узлами, в местной столовой организовали шматрозовое бесплатное харчевание. Да, все отлично. Девочки, после подвала, я вас умолю. Чистая постель, тепло. А собаку чем кормите? Да, он уже у нас привык ест то, что и мы. Приходили девочки-волонтеры, дали нам и сахар, и чай, и кофе, и печеньки. Вот обувь дали, потому что гола босса была вообще ничего. И сегодня еще обещали, приедет Красный Крест, и тоже нам поможет хотя бы с одеждой. И там обещали шампунь, зубные щетки, элементарные средства гигиены. Потому что волонтеры помогают. У людей минимум речи убрали с собой только самое потребное и документы. Але многие везли и хатних живел. Як же их кинуть? У Олеси с Киевской области их до речи коля 30. Жанчина займается годованием хатних собак. У санаторий для маленьких шпицев вылучили особный вольер. Разом со знайомами и двумя дочками ехали в этой машине. Нам рассказали, как техника трапила под обстрел. Вот машина стояла во дворе, это 25 февраля случилось, когда попали под огонь. Соседние дома остались целые. А вот этот двор, эта машина, это просто, ну, как-то вот так вот попало под перекрестный огонь. По людям никто не стрелял. Людей мы даже военных не видели никого. То есть где-то кто-то палил из градов или из чего. Поехали, слава богу, она хотя бы работает. И бак не пробит, и все. Заклеили окна, потому что там же, понятное дело, все сквозит, стекло лобовое висит. Понаклеивали, вот еще скотч остался, со всех сторон понаклеивали наклейки с надписью «Дети». Вот, и поехали потихонечку, да. Олеся с дочками вертаться на родиму поколь не сбирается, подумывая тут протягнуть бизнес по разведению собак. Для девчонок уже выбрала местовую школу. Аргумент для такого непростого решения вот таки, самый звычайный. Нам здесь нравится. Нам здесь нравится. Тихо, спокойно, люди очень приятные. Ирина Драбушевская, Игорь Марышенко, телерадио-компания «Гомель». Сотовый телефон для глухонемой украинской жанчины и Гомельская областная организация Белорусского товариства глухих выконала просьбу своих украинских коллег об оказании допомоги жанчине, якая не может шуть и размахлять. Об сустрече, что не дозволяет заставаться обыяковым, у материаля наших корреспондентов. 44-годовая Оксана Кизилёва разом с матью Ириной Рыгоровной у санаторий-чонки Гомельского района с поселка Гастомель Киевской в области приехали у минула четвер. Уже на наступный день по просьбе украинского товариства глухих зьёй сустреліся простовніки Гомельской областной структуры. Першая просьба – да помагчизна быть тём сотового телефона для подтримання сувязи с родными, які зараз знаходяться за межами Беларуси. А пошние трыты дни тяжко узгадывать. Непосредно в выбухе глухая жанчина не чула, але кажа, що у тіє дні життё поделилась на «да» і «посля». Я не слышу, но вибрації, через вибрацію очень хорошо чувствовала удары эти. Когда видели, когда стреляют, я чувствовала. А мы сидели в подвале, и в подвале очень хорошо чувствовалась вибрація, эти взрывы. Очень хорошо, очень страшно было. И ночью, днём, и утром, круглосуточно постоянно стреляли. Зараз учонках знаходяться крыху больше, як 100 переселенців. У ближайший час санаторий може принятие з чекаля 50 человек. Шмат хто з мігранта уведаюць один одного. Люді сустракаюцца, узгадываюць перожитые і при махчымаці обмінюваюць інформація обродных, сувязі з якими зараз страчаны. Між тим, у областной організації Беларуского товариства глухих кажуть обжаданні да помахчі усім мігрантам, які маюць проблеми со слыхам і мовай. У санаторії Чонки переселенців з України розмістіли у адным корпусі. У фає на першім поверсі дітячі цацкі, адзенні для маленьких і дорослых, абуток і прадміты гігііны. Усюх гадай беларуси привезли сюди от чистого серця. Александр Лупіненка, Андрій Іванов, телерадиокампанія «Гомель». За минулі выходні у Гомельській області для сних пожаров загінули три чалавекі. Усяго п'ять з початку года. Причина фатальній статистики – звичка паліць літошню лістоту. Як звичайна для дачніків процедура може стати причина гібілі і чому от її треба адмовіцца – падрабязнасті в наступному сюжеті. Увесці чистая лужа. За минулі выходні згарылі три дамы і шатырі придворні пабудовы. Толькі адзін з дамов падлягає аднавленню. Остатні згарылі дашэнту. У суботу місцові жахары варашіли спаліць літошню лістоту. Для іх увесну гэта звичайнае справа. Замоцнага ветру агонь пачал гудка розповсюджуватся. Уже праспал годин і він пройшов у все поле і підобрався до жилых домів. Оттуда от з поля, далеко-далеко там з поля, дым шов. Ну, ми як-то ще оттуда-сюда, думаю, може там канава. Думаю, може к нам не добереться огонь. Ну, а получилось так, що огонь, а ветер-то хороший був оттуда. Оно як поперло. Вапши на деревні. Це ужас було. Це ужас. На шасті, під час пожара у чистых лужах ніхто не загинул. Усе дамы були пустыми. Усяго за минулі выходні у Гомельській області зарегістровано більш за 100 узгораньів. Амаль усе з їх по причинах неаккуратного палу листя. Работніки МНС рассказывають, що нові повідомління о пожарах поступали амаль кожні 10 квілін. Радовальніки лічит, що більшісті інцидентів можна було б позбігнути, коли б люди виконували прості рекомендації. Для того, щоб обезопасити себе, необхідно соблюдати правила безопасності. І, конечно же, во время выезда к чрезвичайным ситуаціям ми завжди наблюдаємо одну картину. Там, де був наведен порядок, це островок безпасності. Там, де порядка не наводять люди, і є складірування определенне, і суха трава на участці, це, опять же, увеличить риск возникновення чрезвичайної ситуації. Небрежно брошений окурок, спічка, або відбування сухої растічності може стати дійсно трагедії для тех, чий участок расположен на цій території. Після огляду чергового місця пожару Дяніс Крук збіраўся паїхать у Калінкавіше, каб провести профілактичную гутарку з насільництвом. Але планы зміниліся, коли ён зауважував на горизонці слуп дыму. На узкрайній веткі місцеві жихары вирішили спаліць літошнію лістоту, але полымя вийшла спад контролю. Начальник Центра Безпеки неоткладно викликав бригаду МНС. Жихары найближайших домов навод не збіраліся викликать пожарних. Им пошанцовало, що работники МНС проїжджали мимо. У траві була схована газовая труба. Коли б огонь своєчасово не потушили, трагедія могла принять з усім інші масштаби. Вы видели, да, к чому приводят выжигання. І хочеться вот ещё раз вам напомнить, це елементарне правило, ні в коем случае нельзя зжигати сухую растительність на корню. Сьогоднішній пожар у Веці наглядно демонструє, що відбувається за гнём, коли выпустять ягус під контролю. Работники МНС просять відмовиться від палу листья на користь більш безпечних методів наведення парадку. Станислав Троїнський, Юлія Хорошина, Ігор Марышенко, телерадуя компанія Гомель, Зветковського района. 23-я Хасаковіка – один и день приёма громадян. Члены Совета Республики Национального Сходу Республики Беларусь сустренаться з жихарами Гомельськой в області. Парламентарі наведаюць усі районы регіона, выслыхаюць питаньі, скарги і пропановы. Помогчымасті окажуть допомогу в рашенні питаньів. Традиційно громадян чакаюць у мясцовых виконкамах. Старшыня Совета Республики Национального Сходу Республики Беларусь Наталя Качанова проведзе приём громадян у Светлогорським райвыконками. Старшыня Постоянной Комісії Совета Республики Национального Сходу Республики Беларусь по законодавстві і державному будовніцтві Сергій Сівець сустреніться з громадянами у Октябрським райвыконками. Старшыня Постоянной Комісії Совета Республики Национального Сходу Республики Беларусь по едукації, навуці культуры і соціальному розвитці Віктор Лискович проведзе приём громадян у Речицьким райвыконками. Старшиня постоянной комиссии Совета Республики и Национального схода Республики Беларусь по региональной политике и местовым самокированием Михаил Русси откажет на питание жихаров Мазирского района. Усей подробностей шукайте на сайте Совета Республики и местовых райвыконкамах. На Гомельщине отзначается рост анонимных зворотов. В первую очередь, я не течусь работы агропромислового комплекса и адукации. Такая информация была огучена под час разгляда ухода выполнения потребований у директивы президента номер два. Документ течется от дебюрократизации державного аппарата и повышения якости работы с насельницом. Зараз среди наибольших валюющих насельництва питания – капитальный работ жилых домов, а так само будовництва объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Разом с тем, в целом, по области, колькость зворотов граждан у разной инстанции изменшается. Услуги для населения, они сегодня, хочу констатировать, оказываются качественно. Мы работаем над тем, чтобы усовершенствовать эту форму работы. Ну и кроме того, что касается обращений граждан, хочу сказать, что Гомельская область работала с положительным итогом. У нас снижение обращений в администрацию президента, в комитет государственного контроля и в другие вышестоящие органы. Это свидетельствует о том, что местные органы власти имеют определенные авторитеты, могут решать те вопросы, которые возникают у нашего населения. Для больше якостного и оперативного разгляда зворотов, выконавчим кабинетам рекомендовано притягивать до этой работы депутатов всех узровням и громадской организации. А про то, будет протягнута практика повышения якости узровня веда у работников выконавчих и распорядочных органов, которые работают с зворотами. Первое, про проведение семинаров и видеоконференций. Не больше за некольки тыдня у Минавитостольки поспевают працевать закладчик наркотиков до арешту. Сучасные махчимости правооховных органов сегодня позволяют эффективно змогаться с такими злочинствами. В минулом году супрацовники милиции Гомельской области выявили и затримали амаль 460 человек, которые здесь сняли наркозлочинства. Все лета до криминальной отказности притягнуты еще свыше, как 80 правопорушальников. Анализ сучасной наркоситуации на территории Гомельской области свечит, что значный вплыв на ее оказывает глобальная сетка интернет, которая является специфичным каналом наркоганду. Особливую небезпеку уявляет тот факт, что махчимость набитца психоактивных речевов с выкористанием телекоммуникационных устройств доступна молодые. Эта группа наибольшь схильная до риска. В связи с чем, на думку керавництва областного управления внутренних справ, сейчас необходимо усмотнять профилактическую работу среди школьников и наученцев колледжей. До речи, сгодно с деючим законодавством, минимальный термин заняволения за расповсюдживание наркотиков зараз склада 7 годов. С распространением интернет-магазинов, которые организовывают свою работу в условиях анонимности, многие граждане, которые становятся сбытчиками наркотиков на территории Гомельской области, считают, что этот преступный бизнес позволит им на протяжении длительного времени получать сверхдоходы. Вместе с тем, примеры работы сотрудников Управления наркоконтроля области свидетельствуют, что граждане, которые вовлекаются в данную преступную среду, могут работать только на протяжении нескольких месяцев. В дальнейшем, благодаря нашим наработкам, оперативно-разысным мероприятиям, такие лица устанавливаются, задерживаются и в дальнейшем привлекаются к уголовной ответственности. В ближайший час Управление внутренних справ Гомельского облвыконкама звернется уголеновое министерство с пропоновой об унесении изменений у закон об наркотичных сродках. На думку правооховников, необходимо заборонить реализацию товаров и послуг с выявой наркотичных сродков и психотропных речевов. Новые городы, маршруты и туристичные направки. Беларусь обновляет пассажирские перевозки из России. Телегчей будет отправиться в соседнюю краину. На пытание отказали у Гомель облпассажир Трансе. С 18-го века сняты все обмежевания на перемещении между Беларусью и Россией. Теперь гражданам обе двух краин не треба будет предъявлять доведку об одновленном тесте на наявность коронавируса. В ближайший час будут одновлены доковидные маршруты. С Гомеля можно будет поехать не только в Москву, открыться накеронок на Клинцы и на Возыпков. 25-го века с МЗР в Москву отправится первый автобус. Как скорректировать маршруты, потребуется час. Зараз Гомель облпассажир Транс проводит опытаний громадян. Мы только открываемся, надо понимать, надо посмотреть, присмотреться, понять, какой объем пассажиров существует, какие интересы, какие потоки, потому что все кардинально поменялось. Надо, в общем-то, начинать, как видится нам, с тех направлений, которые мы традиционно обслуживали. У нас есть сайт, на сайте можно, конечно же, оставить свои предложения по поводу движения транспорта, международного, да и любого, в общем-то. Есть и другие способы работы с организациями, ну, как бы, у граждан под рукой. Можно письменным видом, можно устным, можно звонить. То есть любая информация, она приветствуется и будет использовано во благо. После полного обновления регулярных маршрутов плануется открытие туристичных. Приоритет для ковидной направлении. Бранск, Санкт-Петербург, Новгород. Это и другие новины вы можете найти в нашем телеграм-канале, а так же на сайте, в интернете по адресу www.tvergomil.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. На пожаре жилого дома в Жлобине спасен хозяин, погиб 63-летний пенсионер. 20 марта около пяти вечера по телефону 101 поступило сообщение о пожаре деревянного дома по улице Революционной. В доме проживал хозяин 1970 года рождения вместе с пенсионером 1959 года рождения. Прибывшие спасатели сперва в зале обнаружили хозяина, затем в горячей комнате обгоревшее тело пенсионера. Пожар ликвидировали. Хозяина вынесли на свежий воздух, его забрала скорая. В результате пожара повреждены кровля, стены и имущество в доме. Вероятная причина – неосторожность при курении. В Гомеле продолжается расследование уголовного дела в отношении оптового сбытчика. Об этом сегодня сообщили в ОВД Гомельского облсполкома. Оперативники наркоконтроля советского РОВД при поддержке бойцов ОМОНа УВД 18 декабря прошлого года вблизи остановки Солнечного областного центра задержали оптового курьера интернет-магазина. Произошло это сразу после того, как 34-летний мужчина сделал закладки в лесном массиве. Правоохранители обнаружили и изъяли тогда пять полимерных свертков с кристаллическим веществом общим весом около 180 граммов. На следующий день оперативники на улице Объездной нашли еще один тайник, которым находился сверток весом более 100 граммов. В управлении Государственного комитета судебных экспертиз определили, что все изъятое является особо опасным психотропным веществом альфа-ПВП. По факту незаконного оборота психотропных веществ, совершенного организованной группой лиц, возбуждено уголовное дело. Сотрудники АБЭП Новобелецкого РОВД установили, что на одном из гомельских предприятий похищено почти 50 тонн топлива. В распоряжении 31-летнего замначальника транспортного цеха предприятия находилась топливная карта. Он вписывал в путевые листы подчиненных водителей данные о заправках автомобилей, которые на самом деле не производились. Кроме того, мужчина завышал нормы расхода топлива, а разницу забирал себе. Бензин для дальнейшей реализации продавал 33-летнему подельнику из гомельского района, а также заправлял личный автомобиль. За два года им было похищено более 48 тонн горючего на сумму не менее 83 тысяч рублей. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. В продолжении эфира «Беларусь-4» Гомель спортивное обозрение. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Хоккейный клуб «Днеман» обыграл Гомель в пятиматчевой серии четвертьфинала Кубка Президента и вышел в полуфинал. В заключительном матче «Рыси» на домашней арене проиграли со счетом 2-3. Отчетную игру команды начали активно и за первый период забросили 4 шайбы. К слову, гости за стартовые 20 минут нанесли по воротам гомельского голкипера только два броска. Оба оказались результативными. У Гомеля в первом периоде отличились Игорь Карабанов и Николай Сусла. Вторая 20-минутка получилась безголевой. В третьем периоде гродницы на долю секунды перехватили инициативу. Артем Левша здорово доработал на пятачке и забросил, как окажется позже, победную для «Немана» шайбу. «Рыси» бросили все силы на спасение и почти полторы минуты играли без вратаря. Однако так и не сумели пробить ворота Малютина. «Неман» в полуфинале для Гомеля сезон завершен. Стартовал 32-й чемпионат Беларуси по футболу среди команд высшей лиги. В первом поединке национального первенства футболисты Мозорской слави на домашнем стадионе проиграли вице-чемпиону страны Борисовскому Бате со счетом 0-3. Футбольный клуб «Гомель» свою игру проводил на выезде против дебютанта элитного дивизиона Держинского арсенала. На 44-й минуте матча Юрий Понтя заработал на себе фолл в штрафной противника, а Георгий Гагалашвили уверенно реализовал 11-метровый удар. Примечательно, что Юрий Понтя принял участие и во втором взятии ворот. На 56-й минуте он отпасовал на Александра Макасе, который свой шанс не упустил. Хозяева поля смогли отличиться лишь однажды на 80-й минуте. Итог матча 2-1 в пользу зелено-белых. В очередном матче женского чемпионата страны по гандболу Гомель на домашней арене переигрывает принципиального соперника столичный БНТ «Убилас» со счетом 32-25. Подобие упорной борьбы зрители увидели только в первой половине игры. Она завершилась со счетом 15-14 в пользу гомельчанок. Второй тайм подопечные Александра Маджарова провели безукоризненно. Как итог, общая виктория гомельской команды. Отдельно стоит отметить вклад в победу от Кристины Скрипак. На ее счету 12 результативных бросков. Волейбольный клуб «Энергия» уступает строителю в первом полуфинальном матче чемпионата Беларуси со счетом 2-3. Победитель этой игры определялся на тайбрейке, который гомельская команда, увы, проиграла со счетом 10-15. Второй матч серии пройдет 23 марта в Гомеле. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на нашем канале.